Реа-Новости. Подкасты. Страхи. Страхи. Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи. Здравствуйте. Это подкаст Страхи. Меня зовут Наталья Лосева. Здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня мы будем говорить о страхе экзистенциальном, то есть не какие-то там, знаете, простые пугалки. Мы сегодня замахнулись на страх прожить жизнь впустую. И вот эту сложную тему мы будем разбирать, надеюсь, легко и радостно, с нашими экспертами. Александр Лариновский, который управляющий партнер онлайн-школы английского языка Skyeng, в прошлом директор по международному развитию в Яндексе, ну и вообще такой человек-философ. Мария Демина, психотерапевт Международного института психосоматического здоровья. И она занимается как раз похожими запросами и работает с людьми, которых действительно эта тема беспокоит. Да как же не прожить жизнь впустую, не прожить зря? И Елена Мамука, которая является сотрудником IT-департамента крупной компании, но очень так не технократически рассуждает о своей жизни и говорит о том, что этот страх связан со смыслом жизни, когда ты задумываешься об этом, сразу кажется, что ничего и не сделало полезного. Вроде бы всё хорошо, говорит Елена, и надо радоваться, но всё равно грузишься. Здравствуйте, друзья. Всем привет. Добрый день. Скажите, этот страх связан с кризисом среднего возраста обычно? Он довольно зрелый или он может озаботить человека в любом периоде его жизни, в любом возрасте? Мария. Мне кажется, этот страх может возникнуть в любой период. И в целом он, наверное, больше зависит от того, что происходит с вами в жизни, в какой момент вы стали ощущать себя новой, может, личностью, попали в новое общество, что-то изменилось, дети, работа. И в целом у него нет возраста, я считаю. То есть такой страх, который обычно сопровождает какие-то перемены? Возможно, да, перемены. Не обязательно даже внешне, может быть, внутренне. Непонятно, что на самом деле сначала происходят с тобой какие-то перемены, потому что ты задумываешься о том, блин, а что же я жил-то всё это время? Зачем, во имя чего? Или ты задумался об этом, и вот тебя начинают куда-то вести в разные стороны. Лен, спасибо вам огромное, что вы пришли поговорить о таком сложном страхе. И это говорит о том, что вы человек, безусловно, рефлексирующий, задумывающийся. Это очень круто. И мне кажется, это такая редкость на самом деле для мегаполиса, где все бегут. Вот как у вас этот страх, как он появился, и как вы его формулируете сегодня для себя? Ну, я не могу сказать, что этот страх как-то перманентно присутствует, да. Но иногда, ну, наверное, первые такие, не то чтобы звоночки, вот, были, когда, ну, стандартно, да, там, заканчиваешь университет, и обычно там, допустим, под конец университета, там, начинаешь, когда социальные сети особенно появились, начинаешь там смотреть где-нибудь там ВКонтакте, там, одноклассницы, там все замуж-замуж-замуж начали уходить. Часики тикают? Да-да-да, тик-так, вот. Соответственно, потом там из окружения, там, друзья заводят детей, заводят семьи. Вот. Ну, у меня семьи пока нет. А сколько вам лет, кстати? Не секрет. Ну, примерно. Тридцать. О, отличный возраст. Вот, и, соответственно, это начинает, как бы не стараешься, ну, как бы ты не старался не обращать внимания на, там, стереотипы и, там, окружение, вот, то все равно это начинает как-то немножко так давить, наверное. Вот, и начинаешь думать. Может быть, я живу впустую, ну, потому что, там, я, например, не завожу семью, а, там, занимаюсь работой, да, то есть, там, работают, не знаю, имею хобби, там, какие-то интересные увлечения и так далее, вот. Ну, соответственно, периодически, как сказать, страх, наверное, да, этот же страх возникал, когда на предыдущем месте работы, вот, мы делали, собственно, учебные курсы, и я выступала в роли, там, руководителя проекта, и, собственно, я, например, не видела конечной цели, вот, работы. Как же так? Вы делаете учебные курсы. Значит, для тысячи людей вы даёте возможность как-то более комфортно, более эффективно получить знания, как-то продвинуться, усовершенствоваться. Мне кажется, как раз тот случай, когда вы понимаете, я не зря прожил этот год, ну, хотя бы год. Ну, тут, наверное, дело в том, что, да, я это понимала в теории, но конечного результата, то есть, вот, то, что, да, конкретному вот этому, вот этому человеку, это принесло какую-то, это принесло какую-то пользу. Вот, я не видела. Как раз-таки я такой вопрос хотела вот задать нашему эксперту... Александру. Александру, да. Это был один из моих вопросов. То есть, как научить себя правильно видеть цель, чтобы она оправдывала прожитое время? Немножко по-другому. Во-первых, я хотела спросить, вот, как я знаю, да, Александр до этого работал в крупной IT-компании, и вот у меня вопрос был, в какой должности вы работали, то есть, это было специалиста или руководитель? И, ну, для руководителя, наверное, легче, потому что он видит всё-таки, ну, он ответственен за, там, не только за себя. Ну, давайте мы тогда спросим. Саша, вот ты, на самом деле, работала не на одной же руководящей должности, и мне кажется, что для тебя-то как раз вообще всё примерно понятно, да, зачем ты тратишь свою жизнь, месяцы и годы своей жизни, да, то есть ты примерно понимаешь, что вклад людей, которые работают под твоим руководством, он как минимум ощутим, то есть ты след-то какой-то оставлял. Или этот масштаб работы не гарантирует тебе чувство удовлетворённости того, что жизнь прожита не зря там на каком-то этапе? Ну, мне кажется, что, во-первых, есть вот это правильное ощущение, когда в твоей жизни ты что-то отдаёшь и что-то получаешь. Вот ты работаешь, у тебя там полный рабочий день, ты там надрываешься, это вот то, что ты отдаёшь. Есть то, что ты получаешь, это деньги, там, какая-то, там, тот уровень жизни, который у тебя есть. Путешествия, семья. Семья не связана с тем, что ты работаешь, ну, связана, конечно, с карьерой, но в данном случае есть у тебя семья. С тем, что ты её кормишь, например. Кормишь раз, а ещё есть некоторые ощущения, ну, славы, скажем так. И это всё, что ты обратно получаешь. И когда вот эти две штуки находятся в равновесии, то в целом у тебя всё хорошо, да? То есть ты достиг, будем считать, либо локальной, либо общей вершины своей карьеры. Вот всё, ты вот отдаёшь столько, сколько получаешь. Если ты будешь отдавать больше, чем получаешь, ты будешь чувствовать, что надо ещё что-то добиться. Если ты отдаёшь меньше, чем получаешь, ну, совсем хорошо, но это такая шаткая ситуация, скорее всего, значит, тебя попрут с этого места. А пока ты находишься в равновесии, у тебя всё хорошо. И первая, как мне кажется, история, которая происходит, когда ты не получаешь какого-то видимого удовольствия, кроме достойной зарплаты, потому что зарплата до какого-то момента мотивирует, а дальше уже не очень, когда все базовые потребности закрыты. Вот. И вот, ну, я не знаю, насколько понятный пример, но представьте себе, что вы работаете в каком-нибудь интернет-гиганте, ну, Яндекс, Гугл, Фейсбук, вот такого сорта, да? И вы даже там суперкрутой специалист, разработчик, который делает суперважную фичу. И вот можете вы показать своему там ребёнку, жене, маме, папе, вот это сделал я? Ну, конечно, нет, потому что в большой корпорации показать вот это мой кусочек труда, когда ты специалист, когда ты вот, у тебя уровень небольшой, и это не какой-то обособленный проект, что редко бывает, да? Чаще всего ты просто очень важный, очень крутой и безусловно востребованный винтик в этой машине. Тогда вот там, короче говоря, вот видишь, вот тут вот есть там, вот какая картинка показывается, вот она показывается на 0,3 секунды быстрее, и это сделал я. Ну, и когда ты это говоришь, ты чувствуешь, конечно, что как-то вот не очень, да? Поэтому, да, руководителю проще ты можешь сказать, вот это моё. И вот это всегда имеет некоторое... Ну, как бы присвоив себе в нормальном смысле... Визуальное воплощение. Его можно показать, его можно описать. Вот только нельзя назвать и описать, сразу вот ощущение, что ты делаешь какую-то фигню. Если ты не видишь своих учеников, когда ты делаешь этот курс, да, если ты даже не понимаешь, его кто-нибудь посмотрел потом или нет, то понятно, что ты там делаешь, у тебя там полная нагрузка, а вот где, где, где то, что я оставил? И вот это вот кусочек... Я это называю славой, но можно назвать это там удовольствие от работы, это там удовольствие от получения результатов. Нет, вот не соглашусь, потому что ты сейчас говоришь, я называю это удовольствием от работы, удовольствием от результатов. ты говоришь о некой эмоции, да? Конечно. О каких-то там гормонах, правда, да, Мария? Возможно, да. А страх это не эмоция? Подождите, да. Но на самом деле, что Елена, что Александр, Маша, я с к вам обращаюсь. Вот вы слушали вместе со мной их, да? Смотрите, они вроде говорят об эмоциональной сфере, о том, что ты чувствуешь, что ты потрогать не можешь. А на самом деле, смотрите, они говорят про конкретные KPI. О чём нам говорит Лена? Она нам говорит, мне 30 лет, подружки вышли замуж, а кто сказал, что в 30 лет нужно выходить? Это где такие стандарты сейчас, да? Это что за KPI, который вы должны достигнуть, да? Там кто-то посмотрит, мои уроки должны посмотреть. И Александр тоже на самом деле даёт какие-то того, ну, такие вот оцифрованные, что ли, показатели, параметры, да? Вот он говорит, я даже не знаю, сколько учеников воспользовались моим уроком. А какое это отношение имеет к твоему внутреннему чувству счастья-то? Вот это, на самом деле, для меня самый большой вопрос. У меня нет на этот вопрос ответа, понимаете? Потому что я, например, очень трудно переживала свою кризис среднего возраста как раз в поиске смысла. Я здесь зачем? Я почему здесь? Что там я за свои там 80, 70, 90, не знаю, сколько лет я оставлю? Понимаете, получается, что ты переживаешь эмоционально, а критерии-то какие-то очень рациональные, не очень какие-то дорогие, что ли. Что на самом деле, Мария, к вам вопрос, да? Что на самом деле беспокоит Елену и Александра внутри? На самом деле, сегодня психотерапия считает, что вначале у нас появляется мысль, какая-то когниция, как раз-таки, возможно, это чувство долженствования так называемое, что да, я должен, вот мне родители вложили, социум вложил, и эта мысль ведёт за собой эмоцию. И, по сути, когда мы приходим в ту же психотерапию, мы вначале работаем над тем, что у человека в голове, мы пытаемся это понять, за его установками лежит куча-куча всего, там, со страхом прожить жизнь зря может лежать любой страх, например, простроить родителей, там, как-то не понравится друзьям, знакомым. И дальше, через переработку этих установок, меняются эмоции сами, и, соответственно, отношение к жизни, отношение к себе, к работе, ко всему остальному. И вот это направление, оно называется когнитивно-бихевиоральная терапия, оно вот наиболее считается эффективным при работе со страхами, с тревогами. И вот сейчас оно очень востребовано, конечно. Что на самом деле? Сейчас, в смысле, мне кажется, что это ложная дихотомия, что мы там говорим про какие-то конкретные вещи, чувства и эмоции, потому что наш мозг так устроен, что он реагирует именно эмоциями на конкретные вещи. Ты получил в подарок миллион долларов, это, более того, может быть, еще и вообще виртуальная сумма у тебя на счету, ты даже стопку купюр не видишь, а у тебя как-то раз и счастье в жизни прибавилось, ну, по крайней мере, первый раз, когда это случается. Вот, я там всегда... Хочу посмотреть на человека, с которым это случается регулярно. Но все же в начале мысль миллион, у меня есть миллион. Вот, вот это она и есть. Ты визуализируешь, что такое миллион у тебя? Да-да-да, у тебя все факт. Ну, то есть ты вот вышел на природу, птички поют. Почему? Потому что есть некоторый факт, что если там некоторая птичка произнесла некоторые звуки, вот они тебе попали в ухо и вызвали у тебя эмоции. Это все состоит из этих вещей. Это не одна какая-то конкретная заноза, которую можно вытащить, и твоя жизнь наладилась, и страх исчез. Это всегда есть некоторый диссонанс между тем, кем ты себя хочешь видеть, благодаря ли нанесенным снаружи программам, да, или благодаря внутренним некоторым представлениям о том, каким ты должен быть. Но вот эта вот, собственно говоря, разница между тем, что есть, и тем, что ты хочешь, хочешь, это эмоция, да, и вызывает, собственно говоря, вот это недовольство собой. Ну, с моей точки зрения, в принципе, это недовольство собой, это хорошая штука до тех пор, пока она там не перерастает в ужас, который тебя парализует, ну, потому что это такая внутренняя сильная мотивация что-то дальше делать. То есть люди, которые находятся, как я уже говорил, в состоянии равновесия, у них как раз все хорошо. Они сидят на попе ровно и ничего не делают. Ну, то есть подождите, одинаково счастлив вот в этом смысле удовлетворенности своей жизни и оставленного следа может быть и великий человек, олигарх, суперзвезда, и вот этот маленький чеховский человечек, у которого ничего в жизни-то, собственно, нет, кроме и ни амбиции. Нет, нет, вот уровень амбиции определяет относительно тебя сегодняшнего, да, то есть если у меня амбиция там поменять весь рынок образования в мире, то, конечно, я буду несчастлив, каким бы там крутым не был мой текущий проект, потому что я еще не добился этой цели. А если у меня была задача сделать там номер один школу в мире, в России, да, то все, я уже достиг, могу почивать на лаврах. То есть это как раз и есть. То есть уровень твоих амбиций, это не обязательно только карьера, да, то есть это в целом, кем ты себя хочешь увидеть, как вот на вершине, и вот этот зазор и определяет эмоцию. То есть такая банальная фраза, не надо сравнивать себя с другими, да, а надо самим с собой, как бы, да. А мне кажется, в этом весь корень, да, Мария, когда ты сравниваешь себя не просто с другими, не просто с таким же, как ты, человеком, да, но еще и с некоторыми установками, которые тебе были протранслированы социумом. Писался, не вписался в них. В целом, да, но на самом деле каждый сам устанавливает себе эти границы, и вот этот смысл жизни мы устанавливаем себе сами. Мы можем вроде ориентироваться на социум, а можем ориентироваться вообще-то на себя. То есть в целом это тоже вещь очень подвижная, и для всех она своя. Мария, тогда вопрос вот всё-таки, что значит тогда прожить впустую и зря? Вот что это значит? А вот что для вас это значит? То есть это действительно вопрос-то не ко мне, за этим может стать очень многое. Ну вот как раз-таки, да, то есть мы не говорим о каком-то унифицированном понятии. То есть для кого-то, как вы сказали, будет зря то, что он не построил бизнес, например, для кого-то, что не создал семью, для кого-то, что не написал книгу, не написал какую-то всемирно известную песню и так далее. Прошёл мимо котёнка на помойке, и не забрал его, да? Да, кстати. Или наоборот, забрал этого одного котёнка, и жизнь уже не прошла зря. Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Хорошо, друзья, как вот с этим работать с людьми, которых, во-первых, я считаю, что это прекрасные люди, люди, которые начинают думать о том, просто сформулировали для себя, пусть даже внутри, вопрос, зачем я живу и для чего я живу, да, и всё ли я сделал так, чтобы не прожить жизнезря. Это уже великие люди, потому что им уже не всё равно их место, и они как-то глубоко, рефлективно относятся к тому, что они делают. Но это, наверное, становится мучительно в какой-то момент, да? Вот как правильно распорядиться с этим страхом? Ну, я в целом полностью согласен, что это очень крутая история про людей, потому что, ну, то есть, когда ты дошёл до этой точки рефлексии, это значит, что ты начал... Нас так воспитывают, что вообще мечтать люди быстро отучиваются. Ну, потому что размечтался... Ну, то есть, во-первых, общество порицает мечтателей, тех, кто там говорит, что он добьётся чего-то очень крутого, особенно в юности, в ранней, да? А во-вторых, мозг... Смеётся над ними, да? Считают выскочками. Даже не выскочками, а мечтатель, размечтался, ещё захотел. Ну, то есть, вот эта вся история. А потом мозг очень не хочет расстраиваться, он же не любит у нас расстраиваться. И когда ты что-то сильно хочешь, а потом этого не получаешь, получаешь в ответ фрустрацию такую сильную. То есть, в результате ты начинаешь леса и виноград. Ой, да не очень-то и хотелось. Эта история, ты быстренько так, вот эти все амбиции... То есть, рефлекс появляется, не мечтать, чтобы не расстраиваться. Да, и, соответственно, ну, то есть, а чем меньше ты хочешь, тем меньше ты и получаешь. Ну, то есть, это нормальная такая система. Вот, поэтому тот человек, который именно недоволен, и он понимает, что он хочет большего, он уже вышел за рамки вот этой установки, и это, на самом деле, мне кажется, очень круто. Вот. Что с этим делать? Ну, первое, на самом деле, надо честно себе задавать вопрос, что ты хочешь, лучше не про себя, а лучше вслух. Вот можно разговаривать с кем угодно, включая там шкаф, как один из персонажей того же Чехова делал, с пепельницей, с диктофоном, с подругой, с кем угодно. Но вот надо, чтобы вытащить из себя вопрос, что ты на самом деле хочешь. Мой опыт говорит о том, что люди всячески юлят сами с собой, пока, наконец, в конце концов, не выговаривают вот эту историю, что же они на самом деле хотят. И как только это случается, как только вот это вербализуется, рефлексируется и становится чем-то измеримым и понятным, не лозунгом, там, да, я хочу быть там счастливым, потому что что такое счастливым, ну, то есть, давай-ка разберемся, пожалуйста, то есть, однокомнатная квартира в Берлево уже счастлива или еще нет. Вот. Ну, то есть, вот прям четко, конкретно, что делает тебя счастливым? То у тебя появляется некоторый план действий, как к этому прийти, да, то есть, можно просто размотать, чтобы у тебя там, не знаю, там, было там пятеро детей, которые там, каждый из которых творчески развит, значит, ну, должно, во-первых, пятеро детей родиться, да, для этого надо, значит, там, ну, и для этого надо иметь доход, который их позволит сделать, ну, и ты начинаешь там просто вот эту штуку планировать, она превращается из невнятного внутреннего поскуливания в вполне понятном планом действия. Даже если ты подсознательно это делаешь, да, вот когда, то есть такая расхожая фраза про то, что мысли материализуются, на самом деле, наверное, Мария, да, это вот как некая работа, которая начинается с сознания. То есть, у нас есть кусок мозга, который называется перцептрон, тот орган, который отвечает за внимание. И когда ты чего-то очень сильно хочешь, вот, не знаю, ты вот очень сильно хочешь пить, вот так вот пить хочешь, всё пересохло, губы горят, вот, и в этот момент ты будешь смотреть вокруг и видеть огромное количество способов утолить жажду, тех, которых не видел, пока не хочешь пить. Поэтому вот эта вот мысль материализуется, это просто сила твоего внутреннего желания, да, который начинает, самый мозг у тебя умеет извлекать из окружающейся действительности то, что ему сильно надо и попробуй его остановить в этом месте. Вот, поэтому мысли материализуются, только потому, что у тебя очень сильное внутреннее желание. И вот это внутреннее желание является, с одной стороны, причиной этого страха, а с другой стороны, как только ты его вербализуешь и просто превращаешь в некоторый осмысленный план действия, можно потом передумать, сразу говорю. То есть это не твоё одно желание на всю жизнь, можешь 10 раз передумать, но всегда хорошо бы иметь чётко параметризированный, прости, вот, если ты хочешь машину, ты должен понимать, как она пахнет, вот, как ты её будешь чувствовать, как вот ты вот... Вот тогда мозг будет хотеть этого желания. А пока это нехило было бы, какая машина, красненькая машина. Не, красненькая уже хорошо. Потому что красненькая, у тебя уже сразу образ есть. Ты говоришь, ну, давай, покажи картинку. Ты говоришь, это хочешь? Он говорит, да. Вот прям вот хочешь, да. А представь себе, как она не поймёт. Всё, и человек говорит, да, слушай, точно, я её хочу. И всё, и он начинает жить вот ради этой машинки. Всё нормально. То есть нам сейчас нужно, чтобы Елена просто вытащила из своего такого вот очень смутного, бесформенного, заполнившего её страха вот этой уходящей сквозь пальцы жизни тот образ, который для неё будет значить, что она какой-то кусок своей жизни прожила не зря. Правильно я понимаю? Проживёт. Ну, проживёт, да, в тот момент, когда она всё реализуется, а клянётся назад и скажет, да, всё, не зря было. Давайте попробуем, может быть. Мы можем начать с потребности на самом деле, то есть сказать, в принципе, чего вы хотите, ну вот в общем, и потом понять, что мы можем предложить от жизни. То есть, например, чем занимается психология? Она вначале спрашивает более глубинные вещи. Вы там хотите любви? Ну да, давайте подумаем, а как вы можете получить? Вы вот говорите про принца. Нет, наверное, принц это не критично, наверное, это неправильно. А вот, а может быть, вот молодой человек рядом с вами, он вам готов дать эту любовь, и вы его не видите. Ну вот как-то так. Так, давайте, Лена. Итак, чтобы... Вот представьте себе, что мы с вами находимся через 15 лет. Нормально 15 лет? Нет? Много? Пять. Пять. Хорошо, пять. Через пять лет. Вы абсолютно счастливы. Вы ответили в том моменте, когда мы встретимся, на вопрос, зачем вы жили вот эти пять лет, пока мы с вами не виделись, да? То есть вы удовлетворены, вы свой смысл жизни на этом этапе нашли и реализовали. Вот представили это состояние? Сложно. Ну давайте попробуем. И мы с вами встретились, и вы уже знаете... Вот у вас вот есть перед вами сейчас такой волшебный микрофон, который исполняет желание. Класс. Точно. Нет, ну вот правда, что вы хотите? Это будет самое дорогое место на последующих подкастах. Давайте. Ну прям не стесняйтесь. Ну прям вот сложно так сходу. Прям очень сложно. Более того, на самом деле, смотрите, есть хорошая новость. Вы знаете ответ. Вы можете его себе сказать, можете нам сказать, но ответ-то вы точно знаете. Фраза «я не знаю, мне сказать сложно». Это попытка мозга сопротивляться тому, что его сейчас начинает... Он чувствует, к чему всё идёт. Он будет сейчас бегать и юлить, конечно. Но давайте... Но есть хорошая новость. Ответ есть. Он у вас в голове точно есть. Более того, вот когда вы его там через какое-то время расскажете, вы будете сказать, да, я его всю жизнь знал. Слушайте, слушатели всё равно вас не видят, поэтому не стесняясь давайте рассказывать. Вы замужем будете через пять лет? Хотелось бы, я думаю, да. Да. Кто он? Нету, нету чёткой. Квертинки, наверное. Ну, вот как сказал Александр, описал. Нет, конечно, есть. Её же легко. Маленькие, коротконогие. Нет. А вот, видите? Нет. Уже нет. Методом исключения. Нет, ну, в смысле... Ну, то есть он высокий, симпатичный мужчина. Конечно. Так, отлично. Слушай, мы знаем, о чём идёт речь. Он предприниматель, он руководитель, он работяга, он дома. А может быть, он айтишник какой-то очень крутой, гениальный? У него золотые руки, или он... Ну, всё равно же есть. Я же говорю, вот я говорю, видно прямо перед глазами такой, перещёлкивается такой... Ну, короче, вы себе вообразили, да? Не будем с Александром рассказывать. У вас есть дети? Да, я думаю, да. Вовшебный микрофон. Вот смысл? У вас двое, двое. Двое. Вы работаете уже? Вы уже сидели в декрете? Уже вышли на работу? Не знаю, может быть, нет. Ага, ну вы... А что вы делаете дома? С детьми занимаюсь. Чем? Ну как, ну просто, может быть, ну, то есть пять лет это такой срок, что всё-таки, там, допустим, если мы говорим о двух детях, то второй, он, наверное, маленький ещё, поэтому дома. Ну вам больше... Нет, вас же никогда не ограничат. Вас может быть 18 гувернанток. Может быть, но я всё-таки думаю, я бы, наверное, хотелась сама. Что вы будете заниматься детьми? А как ваш будет день складываться? Ну так, опять же, сложно, потому что, ну... А где дети растут? Дома? В квартире? Дома, да. Квартира или дом? Да, квартира. Квартира. Многоквартирный дом? Ну да. Вы выходите утром гулять с ними? Что из окон видно? Ну загляните, загляните. Поменять потом 10 раз своё мнение. Фишка в том, что они же не случайно туда залезли? Вряд ли же там какая-то там помойка в голову пришла. Там же очевидно, какой-то более-менее симпатичный вид. Он может потом отличаться ракурсом, но это всё равно же будет что-то. У тебя очень рациональные какие-то подходы. Я услышала уже, на самом деле, ответ на свой вопрос. Я уже услышала, в чём будет смысл у Лены через 5 лет. Она будет счастливая мать, у неё будет двое детей. И ты посмотри, как она сказала. Она же не зря нам сказала, да, Маш? Что нет, я бы сама... Не надо мне, Александр, вот этих вот мужских ваших... Это было на меня похоже. ...18 губернаток, да? Вот-вот. Я буду сама, потому что у меня будет двое детей, потому что в этом будет смысл жизни. Потом мы спросили, будет ли Лена работать? Вообще, на самом деле, можно было выскочить на работу, он через месяц выскакивает. И она опять, смотрите, она очень чётко формулирует свои приоритеты. Она говорит, нет, я буду с детьми, дети будут ещё маленькие. И всё, вот уже её смысл жизни, да, сформировался. И он сформировался тоже, на самом деле, до конца жизни, получается, да, потому что... Ну, не единственный, единственный. То есть, если что он не единственный, то что он точно будет? Что он будет очень... Я хочу сказать сейчас нашим слушателям, что Лена у нас плачет сидит. Да, плачет счастливыми, красивыми слезами, потому что через пять лет, да, правда, мы сейчас видим у нас в студии вот великий интимный момент человека, который обрёл смысл жизни. Правда, Лен, да? Не знаю. А вот если вы сами себе вопрос зададите, если вот это случится, это уже не зря? Ну, я думаю, да. Уже не зря, да. Это очень круто. Это очень круто, потому что на самом деле смыслы жизни, они не всегда, мне кажется, такие, как мы себе придумывали. Конечно, это не горы золотые. У каждого свои. Да. Кому-то строить города огромные, кому-то зарабатывать миллиарды, кому-то запускать, не знаю, ракеты из военных шагов, а кому-то родить двоих детей и посвящать себя всю, вот каждой клеточкой в этих двоих детей, и в этом исполнить, наверное, самый высокий смысл жизни. Ну, я немножко сейчас уйду с пафосной, с патетической нотой в науку. Слушайте, Мария, я читала такое исследование, ну, выводы учёных о том, что вот на каком-то биохимическом уровне у людей либо заложена способность радоваться тому, что ты делаешь и чем-то живёшь, и видеть смысл жизни там в дыхании, в том, что ты вышел на улицу утром или выпил чашку кофе. А есть люди, которые просто биохимически никогда не могут быть удовлетворены. Вот что вы об этом думаете, друзья? Конечно, очень интересно. Я не слышала именно про такое исследование. Я бы даже с удовольствием почитала. В целом... Но вот есть люди из вашей клиентуры, есть люди, которые просто физически не могут радоваться и быть удовлетворёнными? Конечно, конечно. Такие люди есть, но вот как-то, как показывает мой опыт, это больше закладывается в процессе воспитания, в процессе формирования человека. Если родители с самого детства показывают тебе, смотри, какое синее небо, а смотри, вот там жучок прополз, и ребёнок обращает на это внимание, у него, возможно, как-то подкрепляется эмоция, он дальше идёт по жизни именно так. А кто-то вот живёт, и больше его внимания направляют на более рациональные вещи. То есть вот ты добился этого, молодец, иди дальше добивайся. И в целом этот человек, конечно, направлен больше на какие-то свои цели, на что-то вот... Если я не сделал, я плохо, всё плохо. То есть я иду на результаты, не вижу, на самом деле, синего неба, да? Ну да, то есть... И не радуюсь изгонным шагом. Другое восприятие жизни совсем. Слушайте, очень важная вещь. Мне кажется, ну, в смысле, кроме этого, мне кажется, что всё-таки есть некоторая предрасположенность. Словом говоря, мы среди, там, или, наверное, любого человека в круге общения есть люди, которые такие достигатели, у которых всё время какое-то соревнование с самим собой, с кем-то ещё. Им всё время надо быть первым, всё время надо быть лучшим в чём-нибудь. Им всё время надо как-то вот куда-то всё время умчаться, такие серотониновые ребята, да? Есть ребята дофамина, которые действительно могут получать удовольствие от практически всего, чего угодно, чего с ними случается. То есть мне кажется, что всё-таки... Это мы нельзя научить? Не, можно научить. Ну, в смысле, никакие практически твои ограничения. Ну, наверное, там, мужчина не может родить ребёнка. Ну, в смысле, есть какие-то биологические ограничения. Ну, вот точно. И даже если у тебя ни слуху, ни духу нет, тебя 20 лет будешь играть на скрипке, ты всё равно будешь играть достаточно хорошо. Вот. Поэтому можно этому научить. Но, мне кажется, изначально всё равно у нас у каждого есть некоторые особенности. И разделить их на тех, кто стремится всё время чего-то достигать, и тех, кто умеет радоваться жизни без этого, мне кажется, и естественное деление. Что бы вы, эксперты, и Лена, пожелали бы, посоветовали бы родителям, которые пытаются заложить в своих детях некую модель восприятия мира, чтобы ребёнку в 30 лет или в 40 лет не было настолько нехорошо, как когда мы переживаем кризис экзистенциальной смысла жизни? Чему мы должны научить детей? Как какой-то гигиене, что ли, психоэмоциональной? Ну, я, наверное, начну как любитель, а вы продолжите как профессионал. Мне кажется, что надо заложить первую вещь, умение рефлексировать, что с тобой происходит. Мне кажется, это одно из самых важнейших качеств, чтобы ты умел понять, что с тобой происходит, чтобы ты умел слушать себя и понимать свои страхи, свои эмоции, вот понимать, что же за ними стоит. Тогда ты сможешь в любой момент сказать себе, стоп, подожди, почему я только что пропустил такую красивую картинку? Ну-ка, я вернусь на опушку леса и посмотрю на нее еще раз, вот. И, с другой стороны, ты будешь понимать, что такое твоя цель и все остальное, вот. И вот, мне кажется, вот это вот научить вообще говорить о своих чувствах, это, мне кажется, очень важная такая история, которая у нас в культуре плохо лежит. Мы в целом очень плохо умеем, мне кажется, особенно в советском воспитании, как я его помню, вообще очень плохо любили говорить о чувствах, кроме любви к партии. Это точно. Я бы еще добавила, что очень важно не критиковать детей очень много, не говорить им постоянно, нет. Скорее обсуждать с ними их ошибки и говорить, да, пробуй, иди, там ты накопаешь кучу ям, какие-то из них будут для тебя сокровищницы, в какие-то ты упадешь, но ты не знаешь, где ты обретешь свое счастье, на самом деле. Если ребенок будет постоянно всего бояться, если он будет думать, как мы уже говорили, что он должен, 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 ну, вряд ли он придет к чему-то, ну, к своему счастью. К ощущению смысла, да? Конечно, да. То есть ребенок должен пробовать, он не должен этого бояться. И даже я сейчас говорю, должен, нет. Долженствования нет. Просто вот пробовать, поощрять какие-то попытки исследования ребенка, этого мира, себя. Пусть живет своей жизнью, это важно, а не стереотипы ему как-то прививать. А я расскажу мой любимый анекдот про передать свою. Вы знаете этот анекдот? Абсолютно про наш разговор. Умирает человек, попадает в рай. Его встречает апостол Петр, ну, и человек ему говорит, простите, что вас беспокою, но у меня к вам есть один вопрос. Апостол говорит, ну, слушаю вас, я прожил довольно долгую жизнь, но так и не понял одного. Скажите, в чем был смысл моей жизни? А вам правда надо это знать? Очень, говорит ему человек. Ну, так же, как и мы сегодня с вами ищем этот смысл жизни. Помните, говорит ему апостол, в 1973 году, вы ехали в поезде Москва-Краснодар. Ну, да, говорит человек, что-то припоминаю. И вы еще познакомились в купе с попутчиком? Ну, да, наверное. И вы пошли вместе в вагон ресторана? Ну, что такое было? А за соседним столиком сидела женщина? Ну, возможно. И она попросила вас передать ей соль? Да, я ей передал соль. И вы передали ей соль. Ну, передал. Ну, и вот. Друзья, я желаю нам и Елене, и всем нам найти вот эту свою соль, да, и вовремя передать соль и быть этому счастливым. Спасибо вам большое за этот рассказ. Елена. Да, хотелось бы добавить просто прям в тему анекдота. Есть такая книга, автор элбум, называется «Пятеро, что ждут тебя на небесах». Вот, она мне в свое время очень, не знаю, может быть, кто-то читал, вот, она мне в свое время очень понравилась. И там как раз-таки речь о том, что человек умирает. Он был абсолютно рядовым техником в парке аттракционов. Вот, он умирает и, соответственно, встречает пять людей, которые объясняют ему, какой след они оставили в его жизни. То есть, кому-то он просто там сказал какую-то фразу, которая стала решающей. И вот, собственно, вот пять этих людей он встречает, и они говорят ему, что вот, это было не зря. Это, собственно, прям практически про этот анекдот. Это здорово, друзья. Спасибо за такой радостный и, в общем-то, легкий разговор на очень сложную тему, тему поиска смысла жизни и ощущение удовлетворенности от того, что ты имеешь сейчас и будешь иметь в будущем. И со мной на эту тему говорили Александр Лариновский, управляющий партнером школы английского языка Skyeng, в прошлом директор по международному развитию в компании Яндекс, известный предприниматель и мыслитель. Мария Демина, психотерапевт Международного института психосоматического здоровья и прекрасная Елена Мамука, сотрудник IT-департамента крупной компании, которая ищет и находит смысл жизни. Это был подкаст «Трахи». Подписывайтесь на сайте ria.ru в предложениях подкастов в Story и Google Play комментируйте и делитесь с друзьями. Присылайте ваши истории и присылайте свои идеи страхов на почту podcastsobachkoriand.ru Будем мы дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что вместе друзья боятся не страшно. А что ты делаешь? Боюсь. А давай бояться вместе. Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкастс в App Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.